Добрый вечер, добрый вечер, как я рад, чудесной встречи. Друзья мои, от 1 до 10, как видно, как слышно, оцените качество звука и качество видео в чат по 10-ти бальной шкале, где 10 это очень хорошо, и если ничего не видно, не слышно, тоже что-нибудь напишите в чат, чтобы я понимал, всем привет, у некоторых даже 19 из 10, это хорошо. Якутия, якутяне, привет, привет всем, привет, один из самых любимых регионов наших, Якутия, два раза там был, много офисов, сильная команда, чемпионы по закрытию и основного маркетинга и жилищной программы, все это, друзья мои, сборная Якутии. Так, здорово, всем видно, всем слышно, окей, традиционно я Денис Титерин, среда, 18 по Москве, а это значит у нас с вами презентация жилищной программы для того, чтобы заработать себе на турецкую недвижимость, либо на московскую недвижимость. Сегодня поговорим о наших направлениях одинаково и московская, и турецкая недвижимость. С вашего позволения я начну с московской жилищной программы. Кто есть в московской жилищке, поставьте плюсик в чат, то есть кто уже зарегистрирован, кто есть в Москве и кто есть уже чемпионы, кто по два раза закрыт, есть те, кто просто стоят в маркетинге в надежде, есть те, кто активно работает, есть даже те, кто проживает в данных домах, я вот вижу. Готов вас порадовать. Два дома, которые у нас сейчас в процессе ввода в эксплуатацию, обещают, так сегодня 10 месяц, через два месяца выдать документы и официально ввести в эксплуатацию, поэтому номерной фонд у нас с вами очень серьезно расширяется по Москве. Я, конечно, также дом заселю, как он есть, заселю его арендаторами, и он будет работать, два дома новых, и будет номерной фонд для партнеров еще 32 партнера смогут приобрести себе там жилье через матричный маркетинг жилищной программы, это замечательно. Кто со мной согласен, поставьте пятерочку в чат. Это вот ответ из БТИ, еще около двух месяцев регистрации. Кто не понимает, что это такое, почему так долго, я вот эти два дома регистрирую уже месяцев так, сейчас скажу, со второго начал, сейчас 10, 8 месяцев. 8 месяцев мы регистрируем, и вот такая ситуация, потому что в Российской Федерации, если кто-то строил, то есть брал земельный участок, строил на нем дом и вводил его в эксплуатацию, присваивал ему категорию назначения, да, жилое помещение. Кто со мной согласится, можете там плюсик в чат нарисовать, это делается вот года и более. Некоторые дома по три года вводят в эксплуатацию, то есть там люди давно уже живут, дом построен, к нему все, столбы, электричество проведено, все в порядке, там парковочное место, соседи шашлыки, друзья приезжают, а дом в эксплуатацию просто не вводится, ему не присваивается номер, адрес, и даже в Яндекс.Картах его не видно. Это действительно так, это просто так тяжело работает наша бюрократическая схема в нашей стране, без обид, просто оно работает по документам именно так. А для того, чтобы вам отчуждать доли, да, у меня же должны быть официальные документы, я же не могу вам просто сказать, вот, твоя там квартира, забирай. Документов-то еще нет. Вот это очень важно, поэтому мы вводим эксплуатацию, мы торопим как можем, некоторые дома действительно быстро, вот первые, допустим, которые сейчас видите на фотографиях, его очень быстро ввели, почему? Потому что у нас там юрист сразу очень жестко взялся и писал на регистрационную палату два раза заявление, в суд пугал подать, ну, в общем, на разбирательство, да, ввели быстро. По второму, дом были пробуксовки, третий ввели быстро, и вот сейчас еще два дома. В общей сумме у нас будет пять домов с вами, это замечательно, это хорошо. Два дома из этих построены под престарелых, но бизнес престарелых не пошел, поэтому мы их переквалифицировали в обычные хостел-отели. И три дома сделаны по технологии квартир-студии, которые мы сейчас с вами посмотрим, как это все выглядит. Если смотреть с фасада, то дом выглядит вот так. Я сейчас техническую часть дома расскажу, а затем расскажу про маркетинг. Побеседуем, зададите вопросы, я с удовольствием вам на эти вопросы отвечу. Это гостиник, как вы видите, да, то есть широкие коридоры, большие, шире двух метров. Если встать, 2 800 потолки, 4 на одну, 4 на другую сторону, это на первом, и на втором этаже все то же самое. Если мы заходим в студию, то она выглядит вот так. Это обычное 18 квадратное помещение вместе с санузлом, да, 18 квадратных метров общая площадь вот этой студии. Как вы видите, нет звука у Татьяны. Друзья мои, если у вас нет звука, перезайдите. Помогите мне кто-нибудь, напишите текстом все, что я сейчас сказал. Попробуйте нажать F5, подтвердить FlashPlay плагин, да, если там плохие куки у людей нужно будет почистить, освободить и, собственно, перезайти, то есть нажать F5. Просто они меня сейчас не слышат, но если можно, текстом напишите, чтобы я не отвлекался. Я с вашего позволения продолжу. Стандартные 18-метровые студии, если смотреть угловые, это два пластиковых пятикамерных хороших огна, натяжные потолки. На полу ламинат, хороший белая игруша. Давайте продвинемся дальше. Там вешала, полочки для обуви стоят, естественно, продвигаемся дальше. Вот здесь так выглядят столы, табуреты, холодильники обязательно есть, бирюса новенькие. Это мебель из Икеи. Также у нас кухонный блок, да, приставная кухня, навесная кухня, столешня, плитки, чайники, смесители, есть все. Есть вытяжки, не закрытая декоративная сетка, это просто очень старые фотографии декоративной сетки для того, чтобы санэпиднормы у нас выполнялись, для того, чтобы лишние запахи, да, там какие-то запотевания и прочая влага удалялась из студии. Там естественная тяга стоит обязательно и из санузла, и из кухни. Зона отдыха, вот такие раскладные диванчики стандартные. Давайте зайдем в самую дорогую и ценную часть любой квартиры студии, это санузел. Если кто не знал, он действительно дороже всех обходится в обустройстве. Мы только одной плитке сюда привезли два камаза, два полных камаза будки, только представьте, вот полный, прям груженный до потолка коробками с плиткой, а мы завезли, чтобы отделать дом, первый дом когда делали. Это действительно очень большой объем по плитке, полностью бетонная стяжка в круговую, пол до потолка. Плитка, натяжные потолки, там также есть схема вытяжки, неплохая сантехника крона. Вот так выглядит дом, если смотреть на него с улицы. Парковочная зона вдоль дома на 10 машиномест для наших постояльцев. Отдельные две скважины, собственная фильтрация, очистка воды, собственная накопительная система воды для того, чтобы компенсировать большой расход утром и вечером. Дизель-генератор на случай отключения электричества. Повышенное энергопотребление на 40 кВт, потому что у соседей по 15 кВт стандартное. У кого есть дома, загородные дома, кто понимает, о чем я говорю, поставьте плюсик в чат. То есть стандартный это 15 кВт на дом, но у нас не стандартный дом, вы понимаете, да, там 16 семей живет. Поэтому 40 кВт энергопотребления, две больших скважины на 90 метров пробурены, потому что много воды используется, естественно. Техпомещение отдельное, вот там оно за домом, видите, стоит. Давайте я возьму ручку и попробую нарисовать. Вот там, видите, вот это, это наша тоже территория, это техпомещение. Также на территориях есть специальные беседки красивые, мангалы, шашлычные, тандыры, для того, чтобы наши постояльцы там круглогодично практически жарят мясо, отдыхают и так далее. То есть вот такой уровень а-ля загородного дома, загородной жизни по 19 тысяч рублей для арендаторов и в получасовой езды от центра Москвы, я подчеркиваю, от центра Москвы, потому что если с направления наших домов ехать, они у нас находятся в направлении основных аэропортов, это Домодедово, Внуково и Шереметьево, то вы ровно за 28-34 минуты чистого пути вы оказываетесь на Киевском, Белорусском, либо Павелецком вокзале. Кто согласен, что это очень быстро для Москвы, поставьте плюсик в чат. То есть 8 километров от МКАД, ты живешь в загородном доме, ты дышишь чистым воздухом, у тебя столетние сосны, у тебя не крысы бегают, а белочки настоящие, с пушистыми хвостами, друзья, прям пушистые хвосты, не крысы, а белки. По деревьям бегают, и по подоконникам прыгают, да, орешки клянчат, ты садишься на электричку, четко по расписанию, едешь ровно полчаса, и ты оказываешься вот на Садовом кольце в центре Москвы. Это очень круто, это замечательно, и большинство наших постояльцев – это люди, которые работают конкретно в Москве. Это важно понимать, это важно осознавать. Теперь вопрос ко всем, друзья мои, все те, кто поставил плюсики, кто в жилищной программе, все те, кто не поставил плюсики, кого еще нет, но вы обязательно будете там, вы это прекрасно понимаете. Стандартный вопрос взглядом просто мимо проходящего человека. Вот вы идете по улице, кстати, улицы очень хорошие, там освещение, там асфальтированная дорога, там пешеходные дорожки специальные выложены, то есть это не какие-то там дачи, где ты по буеракам, по земле едешь, там все асфальтировано, очень красиво, там естественно развитая инфраструктура. Чебурешные кафешки, бассейны, спортзалы, все это есть там в шаговой доступности, большие магазины, там в том числе «пятерочка», все это в шаговой доступности, сходил, набрал, живешь, полный порядок, интернет, конечно, у нас есть. И вот вопрос, если бы вы проходили просто мимо этого дома, увидели такой дом, догадались ли бы вы, что в этом доме 16 квартир, 16 квартир вот в этом доме. Да, вроде бы большой дом, много окон, может быть кто-то построил для большой семьи, но вот скажите, да или нет, вот на первый взгляд, на первый взгляд, я понимаю, что вы уже знаете, сказали бы вы, что вот в этом доме 16 квартир. Это как раз и есть инвесторский подход, потому что мой партнер Владлен, с которым мы начали строить, у него была техническая часть, то есть он просто строил дачи, дома людям и так далее. У меня была бизнес-часть, потому что я еще с 2013 года начал перепланировать обычные квартиры в квартиры-студии. Кто знает мою историю, кто следил за YouTube, обязательно подпишитесь на YouTube, посмотрите, что мы делали. Я брал обычную трехкомнатную советскую квартиру и сделал в ней 4 квартиры-студии. Внутри трехкомнатной хаты четыре отдельные квартирки. В каждой также санузел, в каждой кухня, вот все, что вы сейчас видели по такому же принципу, то есть где обычная спальня у людей, вот как я сейчас сижу, да, там рождалась целая квартира. И вот мое мышление, мое умение выжать максимальные деньги из минимальных квадратных метров мы применили на строительство наших домов и получились вот такие чудесные классные дома, где еще раз повторю, арендаторы за 19 тысяч рублей получают все необходимое, все, что хотите. Вы, как собственник, победитель жилищной программы, если вы таковым являетесь или стремитесь к этому, кто стремится, поставьте честный плюсик в чат, забирайте себе 17 тысяч рублей в месяц. Вроде бы немного, но если мы посчитаем годовых, мы поймем, что 17 на 12 это 204 тысячи рублей в год. По себестоимости, по маркетингу мы с вами знаем прекрасно, что вход в 800 долларов на сегодняшний курс, это в районе 52 тысяч рублей, а выход 16 тысяч 200, 600 автор инвест, 15 600 вам на руки, в общей сумме это где-то миллион пятьдесят. Вот таким образом свои 52 тысячи рублей вы меняете на миллион пятьдесят. Дальше у вас есть два варианта. В эти миллион пятьдесят забираете себе, а два вам перфектом рублями, биткоином, чем хотите, да, либо вы отдаете их мне и я вам продаю эту студию, я вам ее не дарю, да, здесь не аттракцион, невиданная щедрость и ничего такого мы не устраиваем, никого в заблуждение не вводим. Вы этот миллион, который вы агрегатировали внутри компании, да, то есть накопили при помощи матричного маркетинга, отдаете мне, я подписываю с вами договор купли-продажи, мы идем в регистрационную палату, подаем документы и вы у меня покупаете долю, мы становимся с вами содольщиками общедомового имущества, так это и называется. У вас получается два свидетельства права собственности. Одно на части земельного участка, да, то есть вот у нас 8-10 соток этот участок, у вас вот одна шестнадцатая доля этого участка и одна шестнадцатая доля этого дома, это целая жилая квартира-студия, пример, который мы сейчас с вами видели. Вы в этой квартире можете прописываться, жить самостоятельно, отчуждать на третью сторону, дарить, писать давственную, вести предпринимательскую деятельность, брать под нее патенты, проживать самостоятельно, сдавать в аренду самостоятельно или сдавать в аренду через нашу компанию, нашу управляющую компанию «Атлант». Все очень просто, она принадлежит вам на праве собственности, гарантия на данное строение 20 лет, вы забираете себе право собственности и распоряжаетесь ей как хотите. Хотите чистые деньги, мы берем двигательное управление, мы занимаемся им, сдаем за девятнадцать арендаторов, вам отдаем семнадцать. Две тысячи рублей – это как раз обеспечение свет, вода и работоспособность вашей студии. На каждом доме у нас работают гувернанты, следят за чистотой, порядком и содержанием этих домов. Вот так выглядит бизнес в компании «Тайрс». Еще раз говорю, матричный маркетинг, о котором некоторые недалекие люди, ну, некорректно отзываются, скажем так. Мне вчера презентовали ролик, просто сказали «Денис, посмотри». Я посмотрел этот ролик, один из наших партнеров его записал для своих подписчиков, но подписчики не очень целевые, мягко скажем, не очень целевые. Они просто дизлайками засрали это видео. «Куда ты пошел? Пирамида?» Они не собираются разбираться, да, в чем смысл. Они просто пишут «Это пирамида, это лохотронутый развод», совершенно не понимая. Они не пришли ко мне на презентацию жилищной программы вот сюда. Они не задали мне вопросы. Они посмотрели ролик, который человек, ну, прямо скажем, не очень правильно записал, не так подал, плюс аудитория не та, да, то есть это люди, которые любят реально пирамиды и там криптовалюты. Это люди, которые не понимают, что 20% годовых – это хорошо, но это если ты покупаешь за миллион пятьдесят, а если ты за пятьдесят две тысячи рублей, еще раз напомню, твой вход в жилищную программу, проплата бизнес-места один раз в жизни, один раз в жизни, и ты ничего больше никогда ни разу не будешь проплачивать, пятьдесят две тысячи рублей, в принципе, это и есть ваш риск, да, это ваш максимальный риск. Начать заниматься бизнесом на недвижимости за пятьдесят две тысячи рублей. Скажите, вы самостоятельно в любом городе нашей страны или в любой стране СНГ сможете за пятьдесят две тысячи рублей, честно, стартовать в бизнесе на недвижимости? В любом? Субаренди, купить себе квартиру, павильон какого-нибудь, торговое помещение, здать, гараж, все что угодно за пятьдесят две тысячи сможете или нет? Просто напишите да или нет. В гостиничном бизнесе стартовать. Вот у вас есть бюджет пятьдесят две тысячи рублей, и вы хотите стать инвестором в недвижимость, зайти в бизнес на недвижимости. Да или нет? Вот и все. Вот и все. Это ответ, это ваш прямой ответ. Теперь все ваши сомнения, да, переживания, там, как, что. Ваш максимальный риск пятьдесят две тысячи рублей. Дальше. Когда вы закрываете первый раз, вы начинаете получать семнадцать тысяч рублей в месяц или двести четыре тысячи рублей в год. Вас это устраивает, все хорошо, но послушайте мне, двадцать процентов годовых это на миллион вложен, да, то есть за миллион вы у меня в студии покупаете и двести четыре за год получаете. Тут все понятно, двадцать процентов годовых. Но когда вы посчитаете свои реальные деньги, да, то есть это же агрегатированные внутри, своих-то из кошелька вы один раз отдали пятьдесят две тысячи рублей и все, ваши пятьдесят две приносят двести четыре. А это сколько? Правильно. Это четыреста. Четыреста процентов годовых. Скажите любому подполодному псевдоинвестору, да, вот этому любителю пирамид, любителям криптовалют, как хотите называйте, что можно на недвижимости зарабатывать четыреста процентов годовых. Никто не поверит. То есть вас все сразу отправят на луну, скажут, ты шизик, ты пошел в пирамиду. Кто со мной согласен, поставьте плюсик чат. Поэтому вот таких жестких ультиматумов, да, не надо ставить, не надо людям говорить, что ты сможешь получать четыреста процентов. Ну так ведь и есть, посчитайте. Ты писать две, записать две, зашел в бизнес и ты получаешь двести четыре. Это сколько? Это в четыре раза. Четыреста процентов годовых на недвижимости, друзья мои. И это при первой проходке. Когда ты закрываешь, у тебя идет автоинвест, это не твои деньги. Это деньги, агрегатированные внутри схемы. Ты вообще больше не вкладываешь никогда. Никаких взносов, ни проплат, ни комиссий, ничего. Вновь ты не вкладываешь. Никогда. И второй раз, проходя, все ту же схему у вас, напомню, из двадцати пяти раз пять человек закрыли дважды, включая у меня в жилищную программу, да. При втором проходе у тебя zero, ноль вложения, абсолютно ничего. Ты не вкладываешь ноль рублей, ноль копеек. И опять-таки забираешь право собственности на студию и двести четыре тысячи рублей в год. Это уже бесконечное количество процентов. Вот есть такой знак в математике бесконечности. Это правда, да. То есть без эмоций вы просто можете посчитать это цифры. Цифры не имеют эмоций, цифры все показывают, как оно есть. Вот такие варианты есть в московской жилищной программе, друзья мои. И не надо ее забывать. И, кстати, вот Якутия неплохо заходит в жилищку среди прочих регионов. В последнее время я постоянно мониторю этот рынок. Теперь вопросы к вам, друзья мои. Какие есть у вас возражения, вопросы именно по жилищной программе города Москвы? Все очень просто. Если совсем разложить, упростить, я объясняю, да. Я покупаю землю на свои деньги, я строю дом на свои деньги. Он мне как раз вместе с землей обходится в районе 16 миллионов рублей. Почему? Потому что дом классный, вы его видите. Он очень хорошо, долго сделан. Очень много людей, около 400 человек за последние два года посетили эти дома и они видели, как сделано качество. Если это так, если таковые партнеры есть, друзья мои, поставьте троечку в чат, чтобы подтвердить мои слова. Это не какая-то залепа, это действительно хороший, надежный, качественно сделанный дом. На него гарантия 20 лет. 20. И вот вы забираете себе эти квартиры студии, да. Теперь вопрос к вам. Что, какие сомнения, переживания у вас есть? Здесь нет обязательств, здесь нет никаких квалификационных каких-то моментов, да, вот они так в некоторых компаниях называются. То есть вас никто не требует. Здесь никто не говорит, что ты обязан привезти, поставить двух человек, а те два еще по два. Такого нет. Вы можете работать активно, можете работать очень активно, как некоторые чемпионы, которые закрывали жилищную программу. Внимание, за неделю, за 7 дней календарных люди закрывали жилищную программу. Есть и такие чемпионы. Кто-то закрывает 2, 3, 5, 7, 10 месяцев, но в любом случае, даже с прохватцей, имея нормальную, живую команду, я подчеркиваю, без мультиаккаунтов, живую команду, да, то есть обычные люди, которые с вами будут вместе работать на результат, а вы привязаны друг к другу, да, то есть чистой порукой, за год вы закроете жилищную программу. Если это так, если вы со мной согласны, поставьте плюс и в чат. Вот и все. За год вы ее все равно закроете. И теперь вопрос к вам. Если вы понимаете, что ваш максимальный риск один раз в жизни 52 тысячи рублей, если вы понимаете, что вы в любом случае закроете, хотите вы купить за 52 тысячи рублей вот такой-то ходный объект в Подмосковье, 8 километров от МКА, очень дорогая земля, классный дом, надежный, который приносит вам постоянный пассивный доход. Большинству из партнеров даже не нужны эти дома, им нужен пассивный доход. Некоторым партнерам не нужны и пассивные доходы, они просто забирают свой миллион пятьдесят. 50 тысяч рублей вы меняете на миллион пятьдесят. Попробуйте, на одном и том же столе, вот стол, на котором у вас сейчас стоит компьютер. Просто проведите эксперимент. Мы всегда проводим живые эксперименты, чтобы ваш мозг включался и вы понимали. Положите на один край 50 тысяч рублей. Вот такую маленькую пачечку денег. На втором миллион пятьдесят, да, это уже несколько пачек денег. И посмотрите, вы готовы поменять вот это на это? Вот так работает матричный маркетинг. И когда вы осознаете, самое важное, осознаете и прочувствуете, не крестя пальцы, не прикусывая язык, а вы поймете, что вы сюда своих родных, близких, друзей, коллег по работе не то, что заманили и оставили их там, они вас протолкнули, вы ушли дальше забирать свои деньги, а они там навсегда подрязли. Когда вы поймете, что это не так, вы с абсолютно чистой совестью вполне включите в жилищную программу, и вы точно закроете очень легко. Потому что люди будут понимать и чувствовать, что вы, первое, профессионал, который знает маркетинг, и второе, вы их не хотите, не желаете обманывать и за их счет прокатываться. Здесь прямая порука. Здесь маркетинг сделан таким образом, что первое, второе, третье кольцо, вы автоматически будете реинвестами друг за другом идти. И если я, допустим, вот кто последний написал комментарий, Татьяна Макарова, на живом примере, я пригласил Татьяну Макарову, я ее спонсор, да, она мой приглашенный, вот она меня пропушила, толкнула, и с первого конца я ушел во второе. Что происходит в нашем маркетинге, именно компания Тайрус? Никогда не догадаетесь. Я становлюсь под Татьяну, и уже я ее толкаю в уши, как будто уже Татьяна меня пригласила. Вот это очень важно, да, то есть мы постоянно будем взаимосвязаны, и для того, чтобы у меня закрыть второй кольцо, мне обязательно должна прийти Татьяна. А если Татьяна пригласила, допустим, Гуримеш, Абдееву, да, вот следующий комментарий стоит, то Гуримеш тоже должна закрыть и пойти за Татьяной. Алистен, это понятно, если понятно, поставьте плюсик чак. Вот таким образом вы взаимосвязаны всегда до закрытия. И если вы закрыли жилищную программу, знаете, что ваша первая линия, ваши родные, близкие, родственники, коллеги по работе все так же закроют. Чуть позже по времени, но закроют, и это очень важно. Объясняйте им это, доносите до них правильно, грамотно, без лишних эмоций. Ни в коем случае не называйте сразу эти безумные цифры 400% годовых, потому что люди не поверят, у них взорвется мозг, они скажут, ты меня обманываешь. Но когда вы сидя, там, не знаю, на салфетке, в тетрадке, в блокнотике, возьмете ручку, просчитаете, посмотрите, возьмете основной маркетинг. Просчитаете, посмотрите, сколько зашло, сколько ушло. Вы увидите, что на всех этапах ни одного доллара никуда не девается, все идет чисто вам, да, то есть это взаимное накопление. Принцип здесь жилищно-строительного кооператива на доверии. То есть вы друг другу доверяете, а мы как руководство просто смотрим, чтобы эти деньги были собраны, никуда не делись. И потом победители, кто стоит первым в очереди, они будут отданы. Очередь продвигается, кто следующий встает, также накопили этот миллион, отдали. Вы уже сами решаете, что с этим миллионом делать. Забрать себе, покупать у меня квартиру в студию, сдавать ее в аренду, жить самостоятельно или делать все, что вы хотите с этой недвижимости. И у вас будет в Подмосковье в отеле свой уголок. В Подмосковье в отеле. Это очень хорошо, это очень ценно, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это Москва. Здесь комментарии излишни. Теперь вопросы, друзья мои. Давайте блок ответов на вопросы. Буквально пару-тройку минут и перейдем к турецкой недвижимости. Это расширение жилищной программы, это наше нововведение 2019 года, которое мы сейчас активно очень продвигаем. 100% должны быть вопросы, потому что почти 150 человек в вебинарной комнате, и я знаю, что кто-то что-то не услышал, недопонял, у кого-то есть сомнения. А я напомню, что самый глупый вопрос это какой? Это незаданный вопрос. Вот вы сейчас будете говорить, о, вот он мне там, я ничего не понял, херня какая-то. То есть, чтобы вот этого не было, любой самый скептический вопрос можете задать. Для меня нет неудобных вопросов, вы это знаете. У нас нет модерации, поэтому здесь каждый пишет все, что хочет. Ну тогда, конечно, взаимоуважение я прошу и без матов. Все остальное вы можете выплескивать при помощи клавиатуры в чат. Я зачитываю ваши вопросы, я на них отвечаю. И отвечая на ваш вопрос, да, подобных вопросов же в голове у многих партнеров, вопросы по сути одинаковые, я закрываю незнание большинства людей, находящихся в вебинарной комнате. Марина пишет, скажите список тех, кто закрыл жилищку, не обновляется. На данный момент, Марина, 25 человек, но у нас на подходе, я просто вижу структурку, еще сейчас 4 человека. Поэтому в ближайшее время у нас будет 29 человек по жилищке, 29 раз. 20 человек, закрыли 25 раз, скоро будет 29, 4 еще на подходе. Ну вот как-то так. Поэтому на данный момент все те же 25 раз, по-московской, именно по московской жилищке. Еще вопросы, друзья? Смелее, смелее. Нет вопросов у матросов красавцы. Я знал, что вы знаете все. Официально договоров вы не подписывайтесь с инвесторами. Мы подписываем Ростислав, когда вы получаете квартиру студии, официальные свидетельства права собственности. Мы подписываем с вами договорку при продаже Ростислав и из регистрационной палаты официального юридического агентства вы получаете ваше свидетельство права собственности. То есть вы настоящий реальный собственник общедомового имущества. Поэтому кроме этих документов вам точно никакие не нужны. Это касается абсолютно всех и резидентов и нерезидентов. Законодательство Российской Федерации в части движимого и недвижимого имущества подразумевает владение им любым резидентом. Вы можете не приезжать в Россию никогда в жизни. Вы можете быть африканцем, китайцем, не знаю там кем угодно, да, израильтянином. И у вас в Москве будет на праве собственности недвижимость, которая сдается в аренду и переносит вам деньги. То есть без проблем абсолютно и это у нас абсолютно законно. Запись будет? Да, запись всех вебов Александра я делаю всегда. Без стекла это дизайн. Какого стекла? Где стекло? Без какого стекла? О чем вы говорите? Гульмеш пишет, Денис, а если я не смогу пригласить никого, значит вы, Гульмеш, будете надеяться на то, что ваша команда, другая команда, вы все равно в кому-то в структуру попадете, будет работать. У нас не делящаяся матрица. Еще раз объясню, друзья, не делящаяся. Когда вы попадаете в матрицу, для вас не открывается абсолютно новая пустая матрица. Каждый раз, да, с каждым новым пришедшим человеком. Нет, Гульмеш, когда вы приходите, вы можете уже сейчас, допустим, по воле случая, или договорившись со своим спонсором, попасть в структуру, где только вы встаете и уже закрывается первая линейка, вы быстро продвигаетесь, перелетаете во вторую. Такое бывает очень часто и более того, я открою вам секрет, говорил это уже неоднократно на открытых вебах. У меня в моей структуре, то есть я ее вижу очень четко. В моей структуре есть люди, не буду называть имен и фамилии, которые не пригласили. Внимание, ни одного человека, ни одного человека не пригласили. Они стоят там очень давно, по времени это правда. Я пригласил очень много людей, это правда. И они сейчас стоят в третьем кольце, в третьем финальном кольце, которое уже на закрытие, на выплату жилищной программы. Это правда. То есть такое может быть и бывает. Это матричный маркетинг. Плюс переливы никто не отменял. Если вы со мной согласны, опытные инвесторы, опытные сетевики, если такое существует, что я не блюхую, поставьте плюсик в чат. Такое действительно бывает, что в матричном маркетинге можно на волне очень хорошо прокатиться. Но все-таки, Гульмеш, я советую всем активно работать, брать на себя ответственность и понимать, что у тебя хороший ты, сильная команда, хороший спонсор, но в то же время все-таки каждый день себя подзадонивать и говорить, что я лидер, я тащу всю команду, я должен сейчас сделать многое или должна. Это будет вас подстегивать. Также вы должны мотивировать всех своих людей. Сможете, не сможете пригласить. А пусть они будут вышестоящие, бог с ними. Созванивайтесь, их мотивируйте, они приводят людей. Они все равно в вашу структуру будут вставать, в общую, вашу, да, это ваша общая структура. Не вы должны конкретное количество людей пригласить, еще раз повторю, квалификации нет. Вся команда должна отработать. Если эта команда живая, если вы попадаете в хорошую ветку, в хорошую структуру, вы обречены на успех. Ну, так работает сетевой бизнес, вы просто обречены на успех, вам повезло, по жизни вы попали в активную команду. Почему нет? Такое бывает. Дальше. И все это только после окончания постройки. Да, Ростислав, у нас 5 домов, номерной фонд свободный. Сейчас на данный момент у нас 26 квартир, плюс еще 32 квартиры, через два месяца включится. Поэтому, Ростислав, вам, вашим родным, близким, друзьям, друзей ваших, друзей, хватит квартир, уверяю. Дальше. Зоя пишет, вниз как бонусы будут защищены от курса доллар с учетом санкций, стоимость нефти и так далее. Да никак. Зоя, когда вы закрываете свои 15-600 на руки, получаете, вы в любом случае можете, я, то есть я на себя ответственность беру, я, да, это я компенсирую, я вам обязуюсь продать за эти деньги квартиру студии. Чтобы вы понимали, себестоимость вот этой красоты, которую мы сейчас с вами наблюдали, она и есть в районе 16 миллионов рублей. То есть у нас только участки стоят по 5, 4 800, 5 5 200. Это участки, потому что они находятся 8 километров от Канка, потому что полчаса и ты в центре Москвы, это очень хороший участок. Это классные элитные дачные поселки, да, то есть там и дачи есть, и дома есть конкретные у людей, там очень хорошо, да. И вот в общей сумме весь дом, весь проект в районе 16 миллионов рублей не обходится. Там 16 квартир студии. Вы понимаете, что себестоимость каждой студии для меня, для человека, который свои деньги вложил в свою строительную компанию, привел, да и сам построил, в районе 16 миллионов рублей. И я вам по себестоимости отдаю. Но вы скажете, что за аттракцион, зачем ты это делаешь? Но вы-то понимаете зачем, да. Давайте по выгоде, да, по циничной выгоде поговорим. Я, первое, реализую таким способом квартиры и компенсирую свои затраты. То есть я возвращаю свои деньги. Это раз, моя выгода, моя прибыль, да. Второе. Я при помощи вас, вашего успеха, вашей победы, да, на трафарет вас вешаю, вы записываете отзыв, мы пиарим вас, ваше имя, и вы подтверждаете, что вы действительно закрыли. Записать 2000 рублей, небывалые истории, но их уже 25 раз сделали в сети, да, и у никого уже сомнений и недоверия нет. А все вот эти комментарии хейтеров, придурков, которые просто говорят, говно, пирамиды. Ну, а сидит, что он? Он, что, сидит за компьютером, да, ходит на наемную работу, кушает, какает, ну, в принципе, все, что он делает, да. И вот пишет всякие гадости по вечерам в сети, чтобы самого себя успокоить, потому что настолько ему дерьмово жить. Это касается и мужчины, и женщины, что понимаете, да, вообще, вот ему плохо жить, ему плохо, его изнутри крызет совесть, что он не добился ничего. И вот он сидит просто, пишет пирамиды, не понимая совершенно, что здесь есть возможность. И вот так я вам показываю, что моя компания, моя компания Тайрус, моя компания Афлан имеет очень хорошее пиар и продвижение при помощи вашего успеха. Вы прекрасно понимаете. Я не продаю за деньги, мне это не выгодно, я просто буду компенсировать тупо деньги. Когда вы закрываете эти же деньги мне при помощи маркетинга, собираете и отдаете, я получаю гораздо большую выгоду. Я получаю пиар продвижения себя, май нейм, да, моих компаний. Вы понимаете, о чем я говорю. Кто понимает, поставьте плюсик в чат. Вот это очень важно. Поэтому это моя выгода. Ваша выгода, она здесь абсолютно понятна и открыта. Извините, записать 2000 рублей, ты приобретаешь актив, на который гарантия 20 лет, который будет приносить пассивный пожизненный доход, реально пассивный. Тебе не надо сдавать, тебе не надо бегать, тебе не надо вкладывать какие-то деньги. Обстановку искать, это готово для жилья, студия. Там даже посуда есть. Там даже посуда и стены, и приборы есть. Мы сразу сами заселяем арендаторов. Ты не пишешь объявления, не вкладываешься в риэлторов, ты не ходишь на осмотры, ты не следишь, там есть гуверна. Если у тебя переговорная лампочка, треснул подоконник, потек, смеситель, это все делается. У нас есть бюджет, внутренний фонд каждого дома. Вот это надо понимать. Вы получаете готовый бизнес с правом собственности. Я не даю вам ключи, не говорю на, забирай. Я вам даю готовый бизнес на недвижимости. Это абсолютно разные вещи. Кто это понимает, поставьте пятерочку в чат. Вот в чем ваша выгода, и вы это понимаете. Иметь у себя право собственности, извини, на самый худой конец в Подмосковье кусок гостиницы, это дорогого стоит. Дорогого ли это стоит? 50 тысяч рублей это стоит. Никогда, нигде вы не начнете бизнес на недвижимости за такие деньги. Я это знаю, и вы это знаете. Вот вам и ответ, вот ваши риски. Или, скажем так, потенциальные риски, которые вы несете. Это что касается жилищной программы. Мы пошли дальше, мы хотим расширяться, мы учитываем страновые риски. Говорил неоднократно, что это такое. Да, есть арендатор, есть деньжище. Правильно, и вы здесь получаете деньги не от терминальной составляющей, не от того, что деньги где-то там в какой-то кассе перекручиваются. Арендаторы платят арендную плату, вы получаете эти деньги. Вот он бизнес, вот так он делается, настоящий. Мы пошли дальше, поехали в Турцию, друзья мои, вы прекрасно знаете, до чего мы дошли, добились. Мы приехали и забронировали строительство для себя, для своей компании, на бюджет компании. То есть на баланс компании у нас встанет два дома. Они уже начали строиться. Один суперэлитный, второй среднего сегмента. Один за 7 миллионов евро, второй за 2 миллиона 100 евро. Документация у меня вот там, если хотите, я достану ее и покажу. В элитном жилом комплексе Аланье, город Аланье, Турция, курортные классные места. Вот там мы с вами строим сейчас два дома. Также мы с Андреем купили для себя 6 квартир. Квартиры эти заселены, они мобилированы, они сданы уже в аренду и приносят мне, Андрею, пассивный доход. В чем смысл этого всего? В чем смысл жилищной программы? И какие возможности у вас есть на строительстве и на готовом жилье? Сейчас с вами обсудим и почему вам желательно или нежелательно работать с компанией Тайос или может быть самостоятельно. Тоже сейчас обсудим, поговорим и в любом случае, конечное решение всегда принимаете вы. Ответственность это ваша. Вот это, наверное, фотографии того, где мы находимся. Это не картинки с интернета. На левой стороне вот так выглядит подъезд в доме. Скажите, у вашей хрущевки подъезд так же выглядит? Там, где мусор летит, да? Так же выглядит или нет? Это квартира, вот внутри квартиры фотографии. Вот так она выглядит. Это вид с балкона. Это вид внутри квартиры, вот в момент покупки. Никакого монтажа, да? Вот и нереальный фотографий. Видите, там море. 250 метров от моря. Это не суперэлитная квартира. Это квартира среднего сегмента, которую я купил за 52 500 долларов. Сейчас покажу вам договора. Сейчас покажу фотографии. Все увидите, все с вами вместе. Посмотрим. Вот такие квартиры. Они действительно очень хорошо сделаны. Там полместь в граните. Столешняя вот такая кухня сразу идет в граните. Очень красиво, хорошо выглядит. Вот такие балконы и террасы. Это обычная один плюс один квартирка. Вот так она выглядит в обставленном виде. И они просто сдаются в аренду. Вот это спальня. Они сдаются в аренду, друзья мои. Вот так выглядят еще спальни. Вот так уже обставленная кухня. Это санузлы. Нормальные, хорошие, стандартные, классные студии. Это маркетинг студии. И сейчас мы с вами поговорим вот коноконструкция, чем та компания, которая нам строит эти дома, эти контракты. Вот мы в момент подписания контрактов сидим там. И вот сами контракты. Видите, давайте сейчас возьмем карандашик. Так, вот карандашик. Вот, друзья, цена. Вот 52 500. Кто видит плюсик в чат. Вот адрес ее. Вот он адрес. Вот владелец. Денис Титерин, ваш покорный слогай. Вот площадь 65 общая с Монсардой. 54. А внутренняя площадь это 1 плюс 1. Стандартная квартира студия. Если видно, поставьте плюсик в чат. Да, отлично видно, слышно. Вот документация. То есть вот 1 плюс 1. За 52 вообще рыночная цена 64 для нас по эксклюзивному контракту поставили за 52 500. И когда вы в матричном маркетинге компании закрываете и выходите на победу, вы забираете себе 51 тысячу долларов. То есть здесь все очень просто, как и в московской жилищке. Просто в московской вход 800, здесь вход 3000. Я понимаю, что это не мало. Я понимаю, что 3000 это 185 рублей. Это не мало. Но еще раз повторю, вы здесь приобретаете квартиру за 51. Три авторинвестом вот сюда возвращается и встает. Вам на руки выходит 51 тысяча долларов. Это как раз стандартная квартирка, которую мы сейчас с вами смотрели. По курсу получается где-то 3 миллиона 150-3 миллиона 200. То есть за 180 тысяч вы забираете 3 миллиона 200. В собственность вот такую квартиру, которая также управляющей компанией. Компания управляющая называется Hayat Estate. Она у нас на сайте как официальный партнер залогинена. Вот слева крайне на фотографии как раз Вячеслав, владелец этой компании. А вот в рубашке мужик это как раз владелец Kona Construction, той компании, которая строит эти дома. Вот так она выглядит. И жилищная программа матричная, это на готовое жилье. То есть оно готовое есть, оно готовое сейчас. Может вам быть продано за вот эту цену. Вы можете накопить 3 миллиона 200, съездить, купить самостоятельно, сдать. Вы можете за 180 тысяч зайти. И мы вам при победе, при прохождении трех местных таких же матричек, как в московской жилищке, мы вам помогаем купить эту квартиру на выгодных условиях. Еще раз повторю, стандартная хата для вас будет стоить в районе 65. С нами это 50-52 тысячи долларов. По поводу дома. Сейчас, секундочку, я вам предоставлю документацию, мы посмотрим, сколько этот дом чисто по квартирам будет стоить. Так, я вернулся. Смотрим, друзья мои, что тут у нас. Тут у нас контракт о продаже. Вот как раз то, что я вам сейчас показывал. В оригинале, с печатными, подписями. Вот этот контракт. И вот собственность, вот продавец, вот компания, да, Вячеслав. Вот Хаят Эстейт, печати. Вот собственник, ваш покорный служа, да, то, что мы купили. Мы с Андреем купили 6 квартир. И вот его цена. Давайте посмотрим. 52 500. Кто видит, поставьте плюсик в чат. 52 500. Да, это вот стандарт, друзья мои, то, что мы с вами готовы по жилищной программе закрывать. Дальше, блок D. Это вот этот монстр. Секундочку, сейчас я вам переключу. И мы с вами посмотрим, как это все выглядит на плане. One second guys. Вот, друзья, смотрите. Стрелочку показывает. Это этот дом. Его мы уже начали строить. Сейчас вам продемонстрирую фотографию. Блок D. Вот цены на блок D. Посмотрите. 465. 320. Это огромные 3 плюс 1. И вот видите, 7 M. 50 квартир. Это дом на 50 квартир. И нам его застройщик, Kona Construction, готов построить. То есть он строит на наши деньги за 7 миллионов евро. В общей сумме, если мы просто с вами сложим себестоимость вот этих квартир на нулевом этапе, подчеркиваю, когда мы на нулевой этап, мы с вами получаем 12,5 миллионов долларов. То есть за 7 миллионов евро нам строят дом, который стоит 12,5 миллионов евро. Суперэлитный класс, 6-этажный монстр, 50 элитных квартир. И теперь вопрос уже у вас должен быть к себе. Ты сам поедешь, построишь, купишь. По сравнению рыночной цене. С нами работают. Ты приобретешь вот за такие цены. Контракты. По контрактным обязательствам. Вперед, показывай. Первое. Тот самый красивый, огромный дом, который я сейчас вам показал. Внесены по нему платежи. Сейчас я вам даже по платежам, друзья, покажу. Найду суммы, взносы, которые мы уже проплатили. Вот они. Порядок условий оплаты. И вот смотрите. 527, 526, 526, 20 тысяч евро. Видите? Проплаты в евро. Кто видит? Это тот дом, что стоит 2 миллиона 100. Вот он, весь подписанный в печатях. Кто видит, поставьте в печатях. Это контракт. На первый дом. И также контракт на большой дом, блок Дэй, который я сейчас вам показываю. 1 секунд. Здесь тоже у нас есть суммы по плат. Вот я что-то не могу найти этот лист с суммами. Второй контракт, вот он, в общем. Вот один контракт, вот второй контракт. Дальше. Это, что касается готового жилья. По строящимся объектам, я вам объяснял, уже и еще раз сейчас объясню. Я никого не призываю, никого не зазываю. Я даже вас не мотивирую на это. Почему? Потому что эти два дома и проплатили первоначальный взнос. И первоначальный, да, чтобы забронировать за собой эту цену. И проплатили уже большую проплату. Да, их всего три будет. Одну большую за оба дома мы уже проплатили. За свои деньги. Полностью за свои. Мы не взяли ни у кого ни одного цента. Да, то есть я и Андрей, это даже видно вот здесь. Вот смотрите, покупатель. Андрей Зайцев, Денис Тетель. Понятно? Вот продавец, конеконструкшен, вот свидетель и вот покупатель. На двоих. Мы эти дома в любом случае выкупаем в течение года. Нам их строят. И теперь вопрос к вам. Если вы хотите спекулятивно, либо на пассивном доходе, вы можете вместе с нами себе какую-то долю в этой недвижимости забрать. Здесь будем регулировать мы. Там есть, естественно, юристы-нотариусы на той стороне. Их законодательство турецкое очень схоже с нашим. Вы можете быть ни гражданином, ни резидентом, никогда не заезжать в Турцию, вообще туда не приезжать, никогда и даже не думать о ней. Но у вас будет свидетельство права собственности на долю. И вы можете здесь от 500, внимание, от 500 долларов уже забрать себе долю недвижимости. И эти 500 долларов несчастные могут вам либо спекулятивно принести плюс 50% за год. То есть вложил 500, забрал 750. Понятно, да, абсолютно, вот я вам в цифрах показываю. Вложил 1000, забрал полторы. Вложил 2, забрал 3. Кому эта математика понятна, поставьте плюс в чат. Это спекулятивно. То есть ты права собственности не имеешь, ты просто деньги отдаешь. На эти деньги строится этот дом, даже на маленький, да, это маленькая долька, но в большом, большом пуле, в большой сумме. На них строят, перепродают потом, тебе сверху 50% на льва. Через 12 месяцев. Льва, ты сейчас на нулевом этапе вместе с нами вкладываешься, строишь под аренду. Затем получаешь свидетельство права собственности. Эту недвижимость управляющей компанией Hayat Estate сдает в аренду, там живут арендаторы, платят оплату, ты получаешь с этой оплаты. Хочешь целую квартиру, хочешь дольку, хочешь одну десятую этой квартиры или одну пятую выкупаешь, не имеет значения. 500 долларов твои инвестиции, они просто сдуются в аренду, ты просто получаешь прибыль. Но на нулевом этапе процент будет гораздо выше, чем на готовом. Почему? Потому что я уже сказал, да, с отношения на нулевом этапе, когда на наши деньги строят, и когда ты покупаешь готовую. Совершенно разность. Та хата, которую я сейчас вам показывал, которую купил за 52, опалинку она стоит 64, в процессе инвестирования на нулевом этапе где-то 35-37 тысяч долларов будет стоить. То есть на нулевом этапе за 35 тысяч долларов ты купишь, не то что купишь, но твои деньги построят за 35 тысяч долларов то, что ты потом сможешь продать за 65. или сдавать в аренду. Когда ты покупаешь готовую и сдаешь в аренду, это один пассивный процент. Когда ты на нулевом этапе строишь и потом сдаешь в аренду, процент примерно в два раза больше. И на сайте вы увидите, что у нас процент ориентировочный в районе 15% годовых на недвижимости. В Турции с полностью управлением, то есть доверительным управлением твои хаты будут заниматься, заселять, выселять, убирать, чистить, ремонтировать, обслуживать и прочее, прочее, прочее. То есть делать весь необходимый комплекс услуг, ты будешь просто получать на свою карточку, на свой счет постоянный пассивный доход каждый месяц и иметь себе в правиле собственности недвижимость. И недвижимость, друзья мои, это инструмент, инструмент инвестиционного портфеля. Но для тех, возвращаясь к комментариям просмотренного видео, кто повзрослел по-настоящему, кто не ищет по 30% в месяц, кто не ищет, блядь, криптороботы, форекс-роботы и подобную вот эту порнографию, которую вы пытаетесь найти и обмануть сами себя, вы прекрасно понимаете, что вы деньги потеряете в итоге. Вы меня спрашиваете, я вам говорю, потеряете. Вы на прочих форумах лазите, и вам тоже говорят, что вы потеряете. И вы все равно несете. И вы теряете, потом думаете, блядь, меня 500 раз предупреждали, а я пошел и потерял. И вы потеряете. И вы прекрасно это понимаете. Поэтому недвижимость это для тех, кто повзрослел не цифрой в паспорте, а вот здесь. Потому что возраст это цифры, а настоящая зрелость, она все-таки вот здесь, и она приходит в разные моменты жизни у разных людей по-разному. И кто понимает, друзья мои, что 15-20% на недвижимости с помощью матричного маркетинга, эти проценты можно раздуть невероятно, потому что твой вход маленький, но ты при помощи большого количества людей набираешь сумму. Либо прямые инвестиции, если у тебя есть деньги сейчас, в недвижимость, это выгодно, это доходно, это самое важное, надежно, консервативно. Вот если вы это понимаете, welcome в компанию Тайвес, потому что компания Тайвес, это давным-давно превратилась и не из сетевой компании, да, скажем так, перешла в статус нормального инвестиционного фонда, где у тебя есть различные инструменты. В IT-сектор, у тебя есть возможность зайти, иметь долю криптобиржи, криптообменника, да, P2P-платформа наша, у тебя есть доля и есть возможность в геймблинговой индустрии, это интернет-казино работать, ну, то есть иметь долю в интернет-казино, не играть в казино, а иметь долю от бизнеса, интернет-казино. У тебя есть самое важное направление, которое я всегда пропагандировал с первого дня основания этой компании, я стоял у истоков основания компании в декабре 2016 года. Это, конечно, недвижимость, потому что я всегда пропагандировал и топил за медвижку. В любые времена медвижка – это самый надежный вид капиталовложений. Кто со мной согласен, поставьте пятерочку в чат. Это очень важно. Еще раз повторю, это для тех, кто повзрослел. Бывают тренды, да, пруха-непруха, вот даунтренд рынка, да, аптренд растет, потом даунтренд полтора года, палят, и все на задницу рвут волосы, устраиваются на работу по найму вновь, и ненавидят себя, почему они не зафиксировались. А те, у кого есть недвижка, им не надо переживать. Они прекрасно понимают, что арендаторы каждый месяц будут давать деньги, на которые ты будешь одеваться, питаться, кормить детей, обучать их, платить обязательные платежи. Понимаете, да, о чем я? Это вот для тех, кто по-настоящему повзрослел. Поэтому с нами вы, при помощи компании «Тайрус», можете зайти в недвижку. Все прошарено, все готово, все каналы связи, все самые важные люди уже настроены. Все готово, все сделано для вас. И вы в общности, в нашей надежной команде заходите. Либо заходите самостоятельно, это тоже хороший вариант. В любом случае, с нами или без нас, послушайте мой совет. Я очень вам советую, заходите в недвижимость. И чем раньше, тем лучше. Потому что недвижка – это основа капитала любой прочной, хорошей, здравомыслящей семьи. Это очень важно. Это ваш фундамент, на котором вы будете строить свое будущее. Что касается турецкой недвижимости, объяснил. Еще раз, есть матрица с отходом в 3000 долларов, есть пассивный доход с отходом в 500 долларов, есть спекуляции 50% сверху за год, с отходом также от 500 долларов. Эти варианты доступны в личном кабинете, в разделе инвестиции, недвижимость. Заходите в инвестиции, недвижимость, там все очень понятно. Формируйте заявку, биткоин, эфириум, перфект мани, принимаются тут же, формируется заявка, вам приходит договор, вам приходит оферта о том, что вы участвуете, о том, что вы выкупили свои доли. По процессу постройки недвижимости, по процессу ввода в эксплуатацию, вы получаете уведомление, едем с вами к нотариусу, в Турцию, наверное, придется слетать разочек, здесь безвизовая страна, в России без проблем, билет стоит 10 тысяч рублей. Прилетаем туда, у нотариуса все регистрируем, туда обратно, кстати, из Москвы, в Турцию, 10-11 тысяч рублей. Регистрируем, получаете свидетельство права собственности среди палаты, так называемый у них документ есть ТАПУ, ТАПУ, это право собственности, закрепленное за вашей личностью. Все, вы собственник, ваша недвижимость сдает в аренду и приносит вам доход. Вот так это работает при помощи компании ТАРУ. Самостоятельно, чуть сложнее, конечно, будет, но тоже можете заняться. Теперь вопросы, очень нравится, давайте, друзья, вопросы, какие есть у вас по турецкой недвижимости, по московской недвижимости, готов ответить, будем потихонечку финалить наш сегодняшний урок. Мы сегодня отработали час, очень интенсивно, подробно и интересно. Кто со мной согласен, поставьте плюсик в чат. Я старался вам и московскую напомнить, и по турецкой все очень понятно разложить в голове, чтобы у вас не было никаких затруднений, прям очень понятно. На молекулы разобрали, разложили, посмотрели, как это все выглядит, еще раз обсудили, прокрутили в голове, и, собственно, сейчас начинаем, что действовать, потому что именно действие меняет вашу жизнь, не ваши мысли, размышления, ох, я сейчас вот, и вы будете месяцами ходить, обсуждать с родными, близкими, коллегами по работе, у кого еще меньше денег, чем у вас, у кого еще больше проблем, чем у вас, ходить или не заходить в недвижку, конечно, они вам советуют успокоиться, идти на работу по найму, и все будет хорошо. А если вы готовы, решительно, если вы понимаете, что нужно действовать, что есть люди, которые и словом, и делом доказали свою состоятельность, есть компания, которая три года на рынке, заходите с нами, действуете, и все у нас вместе получится. Варюхина пишет, за акции можно узнать, что за акции можно узнать, акции с угодной продажи, доллар 60 сейчас стоит, P2P-платформа запускается на днях, ее на сервер уже загрузили, запустили на сервер, осталось только еще раз протестировать систему безопасности, которая насчитывает у себя шесть ступеней. Ну вот, так и считались технические специалисты, этот отчет у нас сегодняшний. Также вам обещал показать, друзья мои, фотографии, секундочку, обязательно покажу, по этапам строительства. Вы же понимаете, что мы вкладываем огромные дурные деньги в строительство, и мы хотим видеть отчетность. Вот Вячеслав, да, вот видите, Слава, Хаят Эстейт, это тот самый человек, который подписывался, который есть у нас на фотографиях, вот он, друзья, отчитывается. Смотрите, по маленькому дому, вот, так это все выглядит, зачистка территории. Вот видите, Слава, Хаят Эстейт, фотографии буквально несколько дней назад присланы, и там все готовится. Это по первому дому, по маленькому, а вот, ага, внимание, вот смотрите, по второму дому. Где он? Вот он, большой второй дом, вот так это уже все выглядит. Это тот самый монстр на 50 квартир, за 7 миллионов евро, который суперэлитный, видите, там сразу, вот здесь видно, сразу такой, небольшой склон, вот он, вот он, друзья мои, небольшой склон, дорога и море, море, море. Вот, отчетности о проделанной работе. Так, ну вот, а, ну вот еще, вот еще, фото с площадки строительные, вот так, то все выглядит. Вот такой вид у вас будет из окна вашего дома. Кто хочет, поставьте плюсик в чат. Это вид из вашего окна. Так, биржа начнет работать. По поводу биржи, да, она сразу на сервере, она уже загружена, еще раз повторю, сейчас тестируют безопасность и запускают и тут полный порядок. Еще не сказал, единственное, что не сказал сегодня, исправляясь, говорю, по поводу турецкого гражданства. Кто хочет себе турецкое гражданство, официально не вид на жительство не грим-карту, а именно быть гражданином Турции, получать пенсию, иметь полные права гражданина Турции, там, с кучей регалий и на много большим социальным пакетом, чем в Российской Федерации, поставьте, друзья мои, единичку в чат, кто номер один, кто первый, кто понимает, что это нужно, нужно учитывать страновые риски, если тебя здесь начнут тиранить, зажимать в Москве, в России, где угодно, ты можешь всегда в посольство обратиться, и тебя как гражданина будут защищать социальности, и тебя вообще, в принципе, никто не тронет, если у тебя есть прямое турецкое гражданство, ты турецкий подданный, тебе не нужны визы, ты можешь в Европу ездить абсолютно откуда угодно, и не нужно будет, как у нас, шенген оформлять, пальчики сдавать, потому что с русскими никто не хочет иметь дел, работать, а вот почему-то с европейцами, турками все дружат. Так вот, для этого нужно общих инвестиций, да, тройное гражданство, тройное гражданство, Лариса, у меня сейчас будет тройное гражданство, я уже для себя и своей семьи уже третье гражданство оформляю, поэтому это абсолютно законно и возможно, и я советую и рекомендую всем это сделать, без исключения всем, вы прекрасно понимаете, что творится в нашей стране, и будет ли лучше, мы никто не знаем, это касается вообще всех стран, в принципе, не только нашей. Так вот, для того, чтобы оформить турецкое гражданство, по закону, по закону, вы должны иметь общих инвестиций в недвижимость от 250 тысяч от долларов и более, то есть, вы можете при помощи компании Тайрус настругать себе долю в доме, при помощи матричного маркетинга квартирами набрать, на общую сумму, общую сумму рыночной стоимости, то есть, купите, допустим, за 52, а рыночной будет 65. Общей стоимости, общей суммы на 250 тысяч долларов, все остальное, оформление, все постели, поездки, юристов, долларов, Лариса, долларов, чтобы понятнее было, они в доллары перевели. все, 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 что нужно для полного оформления на вас и вашу семью, не только на себя, не на каждого по 250, а вот, на лист, у тебя есть, и ты говоришь, у меня трое детей, жена и мама. Поехали, всю семью оформили, у вас будет гражданство, мы на себя это все берем, и компания Тайрус будет первой сетевой компанией, которая помогает людям не просто изменить жизнь, и огромное количество продуктов для заработка, для доходов предоставляет своим партнерам, но еще и помогает изменить жизнь в социальном плане, то есть, оформить гражданство и, собственно, сделать все процессы очень быстрыми, легкими и удобными. Это наша цель, и я знаю, я уверен, и вы это знаете, мы очень скоро с вами будем честовать и поздравлять партнеров Тайрус, которые изменили жизнь и получили гражданство при помощи нашей компании. Это очень вдохновляет меня, это также невероятно вдохновляет вас. На этом огромное спасибо, удачи, счастья, пока, и помните, что вы лучшие. Обязательно говорите себе это каждое утро и каждый вечер перед сном. У вас все получится. Для вас сегодня работал я, Ленис Тетерин, следующая наша встреча состоится во вторник на следующей неделе в 18 по Москве. Будут новости компании, новостей действительно много, у нас очень много новостей по товарному бизнесу, Тайрус Веллес, который мы сейчас активно продвигаем. Это урожка, напомню, Тайрус Веллес, где я также являюсь собственником и президентом компании. Очень много новостей, будет что обсудить, поэтому приходите, приводите ваших родных и близких. Сегодня прекрасно, ярко, классные вопросы. Спасибо за отзывчивость, спасибо за позитив, вы меня очень вдохновляете. Удачи, счастья, пока!